Кабинтонов путь. Ориентированный. Три карамена с ориентированным к кабинтоновым пути. Основной гаджет выглядит вот так вот. Вот такой вот ромбик. Тут пока, опять же, не совсем понятно, почему это вот так, но со временем станет просто. Значит, вот такой ромбик, а здесь по дороге еще много других вершин, и между ними все ромбы посторонние. Вот, зачем столько нужно, со временем станет понятно. Но тут важно следующее, что сверху вниз можно пройти двумя способами. Либо сначала налево, потом пройти все вот эти вот. И вот так. Либо наоборот. Ну и, соответственно, у нас для каждой переменной будет такой ромбик. И один проход вот такой вот будет соответствовать тому, что переменная истинна, а обратный тому, что переменная можно. Вот, значит, это первое. И второе, что нам еще нужно как-то скобки сюда присоединить. Вопрос будет ставиться так, что у нас зафиксировано начало пути, зафиксирован конец пути. И вопрос, можно ли пройти бетонным способом. Из фиксированного начала, фиксированный конец. Вот, значит, вот тут идея накажет, что мы соберем герлянду из вот таких вот ромбиков. Ну, я опять не прессую. Герметично. Вот так вот. Ну, в общем, сколько у нас переменных, столько у нас будет ромбиков и бирлянды. Вот так вот собрано. Ну, конечно, нужно еще какие-то вершины, чтобы задача была бирляльной. Соответственно, самый верхний у нас будет источником. Самый нижний будет скобка. Но теперь самое главное – отступочек использовать. У нас просто в каждой скупке будет соответствовать еще одна вершина. То есть, например, вот это вот будет соответствовать P или отрицание Q или R. Значит, и вот тут нам пригодятся прежуточные вершины. Значит, ну смотрите, вот это вот прям прежуточные вершины мы пока оставим как бы про запас. А следующий дверь используем, чтобы посетить вот эту. Значит, а если у нас переменная без отрицания, то мы из левой вершины идем сюда и возвращаемся вправо. А если с отрицанием, то наоборот. Из правой идем сюда и потом возвращаемся в левую. Вот. Ну и здесь, соответственно, снова. Вот. И такую штуку делаем с каждой скупкой. Да, то есть с каждой скупкой присоединяем одну вершину и шесть трюбер вот таких вот. Пусть у нас можно выполнить. Тогда, если переменная истина, то мы орудий будем обходить зигзагом, да, слева направо. И, в принципе, можно по дороге посетить, соответственно, вот так, да, посетить вершину вернуться обратно. Вот. А если ложная, то мы будем, наоборот, справа налево за гзигом. Вот. И тоже, если она у нас с отрицанием ходит, то мы можем по дороге, если еще раньше не посетили, то мы можем отклониться, пойти, посетить и вернуться обратно. Вот. Ну и так далее. Но поскольку у нас в каждой скупке есть истинный литерал, то на соответствующем ромбике мы можем отклониться, посетить эту вершину и вернуться обратно. И так все посетим. Задача посетить все вершины. С ромбиками она делается элементарно. Ну а все ромбики можно посетить, отклоняясь вот там. Непонятно, зачем зарезервирована вершина. Вот. Да. Зачем вообще так сложно? Потому что нужно еще в обратную сторону. Значит, вот здесь это, наверное, первый раз, когда это не совсем тривиально. Что если есть путь, посещающий все вершины, то тогда обязательно он вылезет именно так. Именно как проход ромбиков, зигзамена, загзигами и соответствующий. Вот. То есть вот на самом деле, значит, если перемене находится в несколько скобок, то тут дальше следующее используется. Тоже оставляется одна свободная. Потом из следующей пары вот такая штука идет R. И вот тут, значит, тут как бы может быть, если так не делать, то тут может быть проблема, что какой-то такой поразительный путь. То есть, который... Ну, на самом деле, вот это вроде не обязательно оставлять. Вроде без нервных нервных. Но вот в нервных нервных нужно обязательно оставить. Да? Потому что если тут дальше будет какая-то другая вершина, в которую он приходит вот сюда вот, то... Сейчас, я здесь наверху получится показать. Вот вот здесь получится показать. Очень интересно. Значит, если вот здесь есть вершина, куда-нибудь в это, то может быть, скажем, такой нечестный способ, что пойти вот так вот, потом пойти вот так вот. Против движения, уйти вот туда вот, вернуться куда-нибудь еще, там как-то побродить, а потом вот в это вот вернуться откуда-то оттуда. И нужно догадывать, что вот такие все способы не сработают. И как раз если мы ее оставили, то если мы пошли, как говорят, против течения, да, или даже по течению, а ушли и потом вернулись куда-то еще, то здесь как бы останется висящая вершина, на которой уже никак посетить нельзя. Ну, то есть в нее можно прийти, но нельзя ее посетить по дороге. Вот. Поэтому, если путь идет и ушел куда-то в ту часть, то он обязан вернуться именно обратно, а не куда-то еще. Вот. Ну, а если мы будем выделить вот так вот, как проходите за козиками с отклонениями и возвращением прямо туда же, то более-менее ясно, что он соответствует именно выполняющему направлению. Вот такая вот картина.